Когда мы только собирались в Севск, еще будучи в Новосибирске, мы смотрели прогноз погоды. И в прогнозе погоды не то, что не было солнечного дня, там был дождь и даже снег. Когда мы приехали в Севск, вот каждый день нас сопровождает солнце. Это удивительно. И матушка в женском монастыре и батюшка в мужском монастыре сказали, что это на самом деле чудо. Нас сопровождает какое-то Божье знамение. Это очень приятно, потому что действительно столько невероятных открытий мы открыли на этой земле. И в очередной раз, побывав здесь, мы были здесь и на могиле наших солдат. Это единственная найденная нами сегодня могила наших лыжников. Мы почтили ее, оказали дань памяти, сняли на ней интервью, очень такое инсценированное кинематографическое интервью сняли. Мы побывали у свидетельницы захоронения, которая рассказала нам, как проходило захоронение, своими словами. Очень добрая, открытая женщина. Мы поснимали поисковиков, ребят, которые ведут поисковую работу сегодня. И самое главное, мы сняли на холме славы наш памятник. Памятник нашим лыжникам, 29-й отдельной сибирской бригаде. Мы повесили перед ними знание победы, что символизирует то стремление, к чему они шли. Вот их весь путь был к победе. И действительно, эта победа, как красный факел перед ними, их сопровождает. И на этом памятнике мы установили почетный караул пост номер один. В это нам помогли ребята из юнормии. Они пришли красиво одетые, они пришли в форме, встали на пост номер один и торжественно поучаствовали в наших съемках. Это такое продолжение уважения, дани памяти и уважения нашим лыжникам сегодня. Это очень приятно, что память о них. И вот к кому мы заходим в Севске, во дворы, мы общаемся с людьми, все помнят этот подвиг. Так невероятно, вот видеть свидетелей тех событий, которые это помнят. Знаете, планы у нас очень здесь еще широкие. Мы привезем в село Хинель. Это то село, которое пролегало на пути следования наших лыжников, нашей бригады 29-й. Мы побываем на местах сражений наших бригад. И самое главное, к нам приедут поисковики с Брянской, Курской, Екатеринбурга. И даже из Новосибирска приедут ребята, которые будут вести раскопки в этом селе Хинель, где проходила наша бригада, где вела она ожесточенные бои. И вот эти ребята со всех областей, в том числе из Новосибирска, их прямые потомки будут вести поисковую работу, чтобы у каждой могилы, у каждого солдата было свое имя, чтобы никто не остался безымянным. Действительно, мы везли из Новосибирска, далеко из Сибири, мы везли больше 300 килограммов оборудования. Казалось бы, это очень много, но оборудование на самом деле очень тяжелое и очень качественное. И все оно нам пригодилось. Каждый вид оборудования необходим для своей определенной съемки. Что-то мы снимаем в движении, что-то в динамике, мы снимаем дронами, коптерами, мы снимаем и днем, и ночью, и на рассвете, и на закате, чтобы каждый кадр нашего фильма был уникальным, чтобы от каждого кадра веяло атмосферой сегодняшнего Севска, сегодняшней Брянской земли, этой природы, этого солнечного дня, ради которого положили жизнь наши лыжники.